Третий матч группового этапа, собственно, сухая ничья, что не получилось в плане того, чтобы забить? Львовский УФК играл по результату, они понимали, что у них есть какое-то преимущество, какое-то преимущество в этих даже желтых карточках, у нас их перед игрой было на две, так оно и стало после игры, поэтому они поставили задачу не пропустить и найти, может, какой-то момент. Если вы видели, мы им сегодня не дали вообще шанс, никогда ни одного момента, чтобы они могли реализовать, полумоменты, которые до штурмой площадки я не считаю. Но те моменты, которые у нас были, особенно во втором тайме, надо реализовывать. Были два хороших момента, которых мы должны были все-таки выжать, забить мяч и, скажем, чашу весов перейти на нашу пользу. Поэтому ничего я не вижу здесь страшного. Ну, бывает такое, что не идет мяч или какая-то третья сила решает, кто будет первый, кто второй. Команда соперника уже села на свою половину, она начала играть в одного нападающего, мы перестроились в три защитника, начали играть, сделали замены, освежили, освежили все-таки и серединку поля. И, ну, в принципе, где-то появилось уже преимущество, и где-то команда соперников уже не успевала за нашими игроками. Потому что те ребята, которые вышли, они внесли немножко свежести и быстроты в игру. Ну, не забили, знаете, как вы это, не забили, выиграть кто-то забивает. Мы видели львовский интернат, видели, когда они делают замену, когда подустают защитники команды противника. Они выпускают свежего бегунка, он у них 14 номер, мальчик, который бежит, он, в принципе, у них и с Арсеналом внес склад, сделал игру, и с Мариуполем. Поэтому мы отреагировали сразу, заменив своего крайнего защитника на Куценко, который свежий, более скоростной, скажем так, разменяли, они разменяли игрока. Мы сразу ответили своими действиями так, чтобы у нас не было проблем. Поэтому был свежий Куценко, я не дал ему разбежаться, и, в принципе, и достал его там, подкатив это. Это говорит о том, что тот, на то, что ставил львовский интернат, чтобы он убегал от нашего защитника, он где-то не сработал. И мы где-то вовремя успели отреагировать на эту замену. А по Цитошвили, ну и... Все-таки он к сезону проводил Ю-19, там имел постоянную игровую практику. Ну, ему тоже тяжело перестроиться с Ю-19, перестроиться, опуститься в свой возраст уже, знаете, как... Уже он, когда побывал наверху, опуститься вниз, это очень сложно. Ну, три манча без замены, это тоже сказалось, конечно, это раз. Второе, если ты подустаешь, надо играть более в комбинационный футбол, а он хотел решить все сам, а оно где-то уже не получалось в концовке. Ну, надо искать туда передачи, партнера, надо находить какие-то другие варианты для продолжения атаки. Ну, это у него не выходило, поэтому бросалось глаза, что у него много потерь. Ну, будем стараться отдохнуть, чтобы он восстановился, вся команда восстановилась. Ну, готовиться к полфиналу. Одинаковое количество очков с УФК Львив, но по регламенту, у нас одинаковая разница забитых и пропущенных 4-2, поэтому уже ишло здесь количество желтых карточек, у нас оказалось их больше, поэтому мы со второго места выходим и решили желтые карточки, скажем, кто выходит с первого места, кто выходит со второго. В случае, если бы равенство было желтой карточкой, то бросали бы в жеребий монету.